Мои видео снимаются не для тех теток, которые комментируют, что уже 200 лет готовят так и что я их не удивила, а для молодых и начинающих хозяюшек, а также для тех, кому это действительно интересно. Итак, беру теплое молоко 100 мл. У меня тут двойная порция. Добавляю 150 мл теплой воды, затем 1 чайная ложка сахара и 1 чайная ложка соли, еще одно яйцо и 10 г живых дрожжей. Если брать сухие, то 5 г. Все хорошо перемешиваю до однородности и отправляю в чашу с просеянной мукой. У меня ее 480 г. После чего замешиваю тесто. В конце добавляю 30 мл растительного масла и снова замешиваю. Тесто должно получиться нежное и чуть прилипать к рукам. Накрываю его пищевой пленкой и убираю на 1 час в теплое место без сквозняков. А я тем временем приготовлю начинку. Беру 300 г любого фарша, добавляю 1 мелко нашинкованную луковицу и 250 г перекрученного на мясорубке лука. Еще добавляю соль по вкусу и пряные специи, также по своим предпочтениям. Все тщательно перемешиваю до вязкого состояния. Если вижу, что фарш суховат, то добавляю немного холодной воды и снова перемешиваю. Готовое тесто достаю, приминаю, смазываю руки и поверхность стола растительным маслом, делю тесто на одинаковые кусочки. В моем случае каждый кусочек по 60 г. Затем каждую часть скатываю в шарик и накрываю их пищевой пленкой. После чего руками растягиваю тесто. В середину укладываю фарш и собираю тесто в кучку, как показано на видео. Оставляю в середине небольшую дырочку. Либо проделываю все то же самое, но только полностью закрывая заготовку. Второй вариант мне нравится больше. Затем обжариваю с двух сторон по 4-5 минут с каждой стороны на среднем огне. Масса обязательно должно быть заранее разогрета. С таким тестом беляши остаются воздушными и вкусными даже спустя пару дней.